Всем привет, с вами Игорь. Сегодня покажу уже собранный коллектор наконец-то. Я его собрал, не то что там его было сложно собирать, просто не хватает хронически времени. Сейчас горячая пора, надо урожай с огорода собирать, винограда много собирал, вино делал, но это я отдельно видео сделаю наверное. Наконец-то я его скрутил полностью, роса выпала на коллектор, он у меня ночью тут стоял открытым и выпала на него роса, я думаю что она скоро высохнет. Думал сделать тесты пробные, но потом решил не делать, ну что у нас сейчас на улице плюс 20 днем, это будет тест как бы ни о чем, что он будет греть если при 20 градусах, это если похолодало, то тогда да было бы интересно, а так я же говорю, поэтому буду я его устанавливать уже на место сразу, где он у меня будет стоять, я уже показывал, покажу еще раз, вот здесь он у меня будет стоять, это юго-юго-запад, сторона, тут всегда у меня тепло, солнце, будет рамка такая, металлический уголок снизу, металлический уголок сверху, три секции все ставятся в этот уголок, соединятся в кучу каналами, кто не видел, может первый раз смотрит это видео, то я оставлю в описании ссылку на плейлист солнечный коллектор, там все видео как ее делал, собирал, все мои лайфхаки, конструктивные решения интересные, вот потом, вот единственное, что меня беспокоило, когда я прикручивал эти рейки, что вот под эту нижнюю рейку может попадать влага, под боковые я не переживаю, тут оно стечет и тут оно плотно так прилегает, оно и снизу плотно, но снизу это другое дело, вот здесь вот я не переживаю, что попадет, а вот здесь может быть, потом я уже подумал, что вот этот вот надо было площадь эту сделать под углом, как на подоконниках, типа, чтобы влага стекала, вот, ну это уже все, хотя может быть потом откручу и стругну, и перекрашу, но я сделал так, чтобы туда влага не попадала, я промазал силикончиком, ну только вот эту нижнюю рейку, эти я не промазывал, там оно не нужно, то есть между поликарбонатом и рейкой есть слой силикона, ну я не знаю, видно его тут или не видно, по-моему, вот немного вылез тут местами, вроде видно, поэтому туда влага не должна попасть, ну там роса вот эта вот или дождь, чтобы он туда не затек, но даже если он туда и затечет, эта влага когда-то там или какие-то другие щели, то вот здесь вот снизу я оставил щель, дренажную как бы щель, то есть я просто под вот эти вот саморезы, которые прижимают рейку к рамке, я подложил шайбы, то есть крутил через шайбу, там шайбы на 8, под болтики на 8, у меня были их много шайбочек таких, я под каждый саморез поставил шайбу, а потом закрутил саморез, поэтому тут осталась щель такая, ну миллиметр где-то, около миллиметра, этого достаточно, чтобы стекло, вода там, если она будет когда-то там, откуда-то она возьмется, то она сюда истечет, не будет стоять в коробе, вот, я думаю, это важный момент такой, кто ее знает, откуда она там может взяться, какие-то негерметичности, может когда-то рассохнется короб или что-то еще, ну короче, дренажные отверстия, я думаю, надо сделать, вот такой вот он у меня получился, сейчас покажу, какие получились размеры его, габариты, так сказать, итак, толщина 12,5, это 3,5 пенопласт и ДВП, потом канал воздушный, 3, по-моему, сантиметра, потом абсорбер, ну вот лист оцинковки, крашеный селективной краской, плюс потом опять воздушная прослойка, 3,5 сантиметра, поликарбонат сантиметр, ну и рейка прижимная, рейка прижимная у меня сколько, полтора, даже меньше, 13 вроде, вот, вот такой вот он сзади, пенопласт, запененный, пенку я обрезал, рейка посредине для конструктивной жесткости, ее надо обязательно поставить, ну что, 2 метра доски, это не ездит, плюс оно все запенилось, и конструкция получилась довольно-таки жесткая, она не теряет угол, не шатается, ну, такого нет, как холодец, она там телепается, пена, она плотно все это стянула, скрепила, ну, конечно, рамка и на саморезах еще держится, но пена очень хорошо это все стянула, вот, вот такой вот получился у меня коллектор, буду устанавливать, делать тесты, ну, сначала надо леса построить, это тоже время, время, как я уже сказал, сейчас хронически не хватает, это после работы или выходные, но до зимы я ее все равно поставлю, по-любому, чтобы зимой уже им пользоваться, вот, ну вот как-то так, так, а, еще забыл размерчики, размерчики остальные, а то толщину засняло, все остальное забыл, так, высота 205, ну, почти 206, почти 206, кстати, такие размеры выгодно делать, именно такого формата, потому что материалы идут, ну, там, оцинковка, пенопласт, они идут кратно метру, ну, там, метр на два, метр на метр пенопласта, оцинковка метр на два, поэтому у вас будет просто, ну, отходов не будет от производства такого коллектора, ширина вышла 105,5, вот, оцинковку я вообще не резал, она целая туда вошла, пенопласт я чуть-чуть что-то там, по-моему, подрезал, только чтобы он запенился, вот, так-то все целое, поликарбонат немного там подрезал от заводской порезки, там отходов очень-очень мало получилось, я же говорю, такая, ну, размер такой выгоден, метр на два именно, вес по весу, ну, размер я показал по весу, я ее так на весах не весил, ну, так ее ношу, поднимаю, не знаю, ну, килограмм 25, 25 точно есть, а может быть, все и 30, ну, такой довольно тяжеленький получился, я не знаю, почему он такой получился, вроде бы все материалы легкие, там, рамка, поликарбонат, ну, оцинковка, да, оцинковка, 0,5 оцинковка, а вот вышел он такой не очень легкий, это уже такое, какой вышел, такой вышел, сейчас утро, на него немного солнце светит, вот здесь вот я уже чувствую теплый воздух, так хорошо воздух идет отсюда теплый, уже руку можно греть, ага, ну, я же говорю, что сейчас этот тест ни о чем будет, потому что на улице очень тепло, нет смысла сейчас сделать тест, уже установлю его на место, подключу, воздуховоды, в дом заведу, все, и тогда уже будем тестировать его, у нас будет время всю зиму его тестировать, так что, такие делишки, если какие-то вопросы у кого-то есть, задавайте, не стесняйтесь, в комментариях, все, всем пока, до следующих видео.